Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают с самого начала. Дамы и господа! Добро пожаловать на ежегодную церемонию награждения кинопремии Фредди в жанре ужасов, на которой выдающиеся монстры большого экрана будут спорить за золотые статуэтки. Пожалуйста, проходите в зал, занимайте свои места. Что ты сказал? Не слышала? Прекрасно слышала. Молодец. Я не глухая. Просто тупая. Хамло. Дура. Дэн Мюррей, босс поручил этот репортаж нам обоим. Если ты не пойдешь со мной на церемонию... Неужели не справишься одна? Конечно, справлюсь. Бедняжка. Дэн Мюррей, я пойду на церемонию и напишу репортаж достойной пулитцеровской премии, понял? И что, ты так запросто оставишь меня замерзать? Чтоб ты окалел. А что тут у меня для согрева? Эо, Дэн, вот это событие! Я взяла столько интервью! Материалы на два разворота! Фитц Рэндальф, Мошка, Кром Ха, Ева Морте, поэт, мрачный жнец, рыжий коротышка из фильма «Кулак в бороде». Потрясно! Как же его зовут? Что это? Это антифриз. Дэн Мюррей, ты что, напивался, пока я отдувалась за тебя? С меня хватит. Репортаж пойдет только под моим именем. Пускай тебя увольняют. Я даже больше скажу, если меня позовут копать тебе могилу, я... Что он творит? Альберт? У Фитц Рэндальфа? Зачем? Привет. Что он задумал? Наконец, настоящее расследование. Идем. Дорогая, я спортивный журналист. Если он пристукнет тебя битой, позови. Вот так Лиз Аллер и вляпалась в эту историю. Она решила проникнуть в тот кабинет во что бы то ни стало. С Дэном или без него. Ха. Эо, мисс. Я думал, вы ушли. Мистер Фитц Рэндальф. Идите, присядьте со мной, мисс Аллер. Я и не думал, что вы такая тусовщица. Я? Нет, что вы. Я осталась, потому что мне у вас очень нравится. Вам не нужно оправдываться, мисс. Я всегда рад видеть помощницу моего друга Мюррея. А-а. Вообще-то я говорил о вашем оригинальном танцевальном стиле. А, понятно. Я вас обидел? Да. Нет. Может быть. Просто... А почему вы сидите здесь в одиночестве? Я люблю вечеринки, но возраст уже не тот. Поскольку я хозяин, я не могу пойти спать. А здесь, по крайней мере, тихо. Фильмы ужасов изменили отношение общества к монстрам. Вы гордитесь этим? Нет, мисс. Конечно, нас уже не преследуют, и мы наконец-то получили равные со всеми права. Но, к сожалению, предстоит изменить еще многое в мировоззрении людей. Ведь столько и судят о других по внешности. Спасибо, что уделили мне время. Я пойду прогуляюсь. Одну минутку, мисс. Вы, наверное, знаете, что я знаком с некоторыми медицинскими светилами. В том числе с психиатрами. А моя двоюродная сестра — ветеринар. Я... Я заметил, что ваши слова иногда поражают. Да, я много читала. Да, да, да. Я говорю про, например, овощной суп. Бедненький. Вы не ужинали? Да. Нет. Не буду вас больше задерживать. Минусы? Не могу пройти в коридор, который ведет к кабинету Фитц Рэндальфа, пока он тут расселся. Плюсы? Он дружит с Дэном. Есть идея? Плохая идея. Хорошая. Плохая. Хам. Полоумная. Дэн Мюррей, значит, ты не собираешься помогать мне и не выманишь Фитц Рэндальфа из холла? В точку. Ну ладно. Ладно. Хорошо. Хорошо. Но Лис Аллер была не из тех, кто легко сдается, и решила убедить Дэна увезти Фитц Рэндальфа из холла. Кажется, профессор Мошка потерял свои глаза. Один из революционных роботов доктора Цельсиуса. Он почти целый. Мисс Аллер, вы можете подтвердить, что в читальном зале идет ремонт? Подтверждаю. Спасибо. Всегда пожалуйста. Эо, Эдгар, что ты делаешь у окна? Эо, разве ты не ушла? Иногда я ухожу, а иногда прихожу. Что ты делаешь у окна? Мне опять взять твой пиджак? Я собираюсь приходить и уходить. Что ты делаешь у окна? Репетирую. Ого. Значит, тебе дали роль? Нет. Я репетирую на всякий случай. Никто не верит, что я с такой внешностью смогу изобразить убедительного монстра. Безработный актер, гардеробщик, точки соприкосновения. Ты давно работаешь у Фитц Рендельфа? Где-то месяц. Он нормальный босс и платит неплохо. А какую работу тебе поручают? Всякую. В основном содержание особняка. Решаю проблемы по мере поступления. Тебе не дают играть монстров? Нет. С такой внешностью меня не боятся. На пробах меня даже не просят сыграть что-нибудь. Только глянут и отправляют домой. Ты с детства выглядишь так необычно. Да, с рождения. Я родился в живописной и совершенно типичной сельской местности. С обычными коровами, овцами, курами. Почему я получился таким необычным? Откуда мне знать? Каприз матери природы. А Фитц Рендельф не может рекомендовать тебя на роль? Нет, нет. Это противоречит его принципам. Он предоставляет своим продюсерам и режиссерам полную свободу и не вмешивается в подбор актеров. Тема закрыта. Идем дальше. Я люблю книги. Чья это книга на столе? Моя. Для автографов. Я взял их у всех знаменитостей на вечеринке. Кроме молотобоя Брауна. Двадцать, двенадцать, один, четыре. Я не понимаю. Зачем ты это сказала? Чтобы снять напряжение. Всегда помогает. Репетируй, я посмотрю. Я готов. Ему хочется репетировать. Бедняга. Это Блю Харрельсон. Звезда блокбастера Вулкан Флэш и атака помидоров-убийц, который исчез без... Постой-ка. Эдгар. Ты Вулкан Флэш. Хе-хе. Я бы с радостью. Серьезно? Ты мог бы сойти за него? Теперь у тебя есть работа. Синий. Необычные глаза. Одет так же. Невозможно. Я тебе очень благодарен. Но нет. Из благородных побуждений, из упрямства или просто потому, что ей так захотелось, Лис решила, что сегодня же убедит Эдгара в том, что его будущее стать Вулканом Флэшем. Ради этого ее... пытливый ум создал образ, который она назвала «Набор доброго инопланетянина», в котором было бы все, что нужно для достижения такой альтруистической цели. Да, да, да. Результат совершенно инопланетный. Большие банки с белой краской и маленькие бутылочки с синим красителем. Бутылочки с красителем очень легкие. Неужели его оставили здесь рабочие? Если в карманах что-то и было, кто-то успел обчистить их до меня. Согласна. Не идеальная копия парня с плаката, но весьма похоже. Если подумать, синий цвет – одна из основных отличительных черт великого вулкана Флэша. Если я не ошибаюсь, мой набор доброго инопланетянина готов к презентации. Вы можете подтвердить это, мисс Аллер? Подтверждено, набор инопланетянина готов. Наконец-то, настал волнующий момент открыть холодильник. Узнаю своего Эдгара. Это ты мне говоришь? Я собираюсь положить конец твоей несчастной жизни. Здорово, правда? Нет. Я тебя не понимаю. Ну же, Эдгар. Видишь этот плакат с вулканом Флэшем? Я такой же, как он. Новый вулкан Флэш. На следующих пробах я стану звездой. Спасибо, что убедила меня, лис, сказал Эдгар. Я буду играть инопланетянина. Да, да, да. Все это очень хорошо. Но спроси меня про куртку этого, как там его Брауна. О нет. Куртка. Где она? В надежном месте. Я боялась, что ты забрызгаешь ее, когда будешь пить краситель. Ты все предусмотрела. А теперь ты скажешь, что я могу оставить ее себе. Ты права. Думаю, это меньшее, что я могу для тебя сделать, лис. Что? Откуда ты знала, что я это скажу? Я понятия не имела. А теперь я скажу, что ты можешь репетировать дальше, ладно? Я готов. Чудной малый. Я даже не успела сказать ему. Есть тут что-нибудь в карманах? О, смотри-ка. Как удачно. Музыка. Как моей русской монет zamции. Автор субтитры, Нос谷 Н well. В fait, за всех будет. solar. Ребята бог давай! Мармарный субтитры. Я хотел mencionаться милыми потом, что я не хотел изм allemства. Дэн, ты видел, как я ем бумагу? Не имел такого удовольствия. Смотри, вот у меня две бумажки, на которых написано... Рико Сандретти против... Что? Мэнни Молотобоя Брауна. Дай их мне. Пицц Рендель, отвлеки его. Быстро. Твоя сила. Эй, Вилли. Дружуще Мюррой? Как жизнь? Лучше твоей. Но как насчет спарринга? Сначала подзаправимся. Что за парень? Вот так Лис убедила Дэна увезти Фицц Рендельфа из холла. Странно. Странно. Я думала, у Дэна в багажнике будет полно хлама, грязного и бесполезного. Но здесь нет ничего, кроме канистры из-под масла и бейсбольной биты. Фляжка Дэна. Она наполовину полная. На нем что-то лежит. Рукоятка. Сесть? Не устала? Теперь можно. Он спит? Хорошо. Заперто. Жизнь как крокодил. Постой-ка. Ведь кабинеты Фицц Рендельфа и его секретарши соединены между собой. А даже если и так... Может, за ней другой кабинет? Понятия не имею. Ну и видок у него. Эо, пылесосик. Эо. Прекрасная ночь. А все потому что... Ты открываешь двери в кабинеты, верно? Ответ положительный. Что в это время года обычно? Как тебя зовут, дорогой? Джимми Лав. Обычно холодает, но это дело известное. Осень приходит поздно и... Послушай, Джимми, я не стану просить тебя отпереть кабинет Фицц Рендельфа. Проход разрешен только Вильяму Фицц Рендельфу. Поздно и внезапно. Но кабинет его секретарши ты откроешь. Правда, дорогой? Проход разрешен только Байверли Торренс. Волосы светлые. Глаза голубые. Грудь девяносто шесть. Талия шестьдесят. Бедра девяносто. Объект не идентифицирован. Доступ запрещен. Ах, доступ запрещен, сказала Лиз. Ну, это мы еще посмотрим. Какой же ты милашка. Встроенная микросхема светской беседы. В этом году ранняя осень. Пора одинаться теплее. Информационный тематический блок двери. Открой мне первую дверь. Я никогда ее не открывал. Это невозможно. Ее заклинило. Может из-за влажности. Прошлая зима была очень сырой. Кто такая Беверли Торренс? Беверли Торренс. Секретарша. Допуск дверь два. Хотя в это время года так и бывает. Только оденешься потеплее, выходит солнце. А выйдешь в рубашке, задубеешь. Открой вторую дверь. Проход разрешен только Беверли Торренс. Волосы светлые. Глаза голубые. Грудь девяносто шесть. Талия шестьдесят. Бедра девяносто. Объект не идентифицирован. Доступ запрещен. Информационный тематический блок закрыт. Хочешь спать? Энергосберегающий режим. Мало масла. Не правда ли осеннее солнце прекрасно? Верую, ибо абсурдно. Тертулиан. Поразительно. Я не понимаю. Это такое мировоззрение. Я не понимаю, но верю. Я не понимаю, но не понимаю. Эйк, пылесосик, пора спать. Отличная мысль. Тыквенный пунш в канистре из-под моторного масла. Кому налить? Хочешь тыквенный пунш, Джимми? Я бы с радостью, но мистер Фитцерендельф уволит меня, если увидит, что я пью. Он разрешает нам пить только масло, чтобы мы не ржавели. Он в зале для танцев, он тебя не увидит. Нет, 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 я боюсь. Он может появиться в любой момент, как весенняя гроза. Ладно. Я найду другой способ, но свой пунш ты получишь. Спорим, ты не догадаешься, что в этой канистре из-под масла? Ответ утвердительный. Внезапно все как в тумане. Погода просто сошла с ума. Эо, Джимми! Прекрасная ночь. Открой мне вторую дверь. Прекрасная ночь. Открой мне вторую дверь. Внезапно. Глаза голубые. Грудь девяносто шесть. Танец шестьдесят. Бедра девяносто. Объезд индифицирован. Доступ разрешен. Внезапно. ливо своей доброй! Лег plus верх difícil. Бедра девяносто шестьдесят. Ayухни! Ч cleaning! А я пон�inerу голову! Блаза поведена! Далисту механом. Круто обыщаем стbands. И вот так. Благодаря тыквенному пуншу, Лис заставила Джимми открыть кабинет секретарши. Спасибо, пылесосик. Особняк Фитц Рендельфа. Хэллоуин. Интервью с Большим Альбертом. Лис Аллер из много букв. Четыре вопроса. Первый. Объясни, с какой целью ты проник в кабинет магната Фитц Рендельфа. Второй. Что у тебя в руке? Третий. Верны ли слухи о твоей криптомании или я только что это выдумала? Четвертый. Эй, ты меня слушаешь? Передай это бесплотному человеку. Быстро. Бедняжка Лис. Удача впервые повернулась к ней лицом, чтобы тут же дать ей пинка под зад. Однако ей все-таки удалось попасть в кабинет Фитц Рендельфа. Лис разгадает тайну Большого Альберта, когда прочтет его записку. Не такая уж она и уродливая. Карандаши. Вот удача. Даже не надкусанный. На что оно мне сдалось? Я могла бы сдвинуть их, но зачем? Звук донесся из соседнего кабинета. Фитц Рендельф. Парень не промах. Повернул ручку и кабинет секретарши превратился в любовное гнездышко. Слушай, Лис, это ведь сенсация. Розовые простыни и грязное белье Вильяма Фитц Рендельфа. Эксклюзивный репортаж Лиза Лер. Забудь, я не пишу для желтой прессы. Ведерко для льда, щипцы и банка икры. Дорогущая икра. Энн Мари, моя умная сестра, делает бутерброды с такой икрой. Энн Мари, моя умная сестра, делает бутерброды с такой икрой. Там внутри Тоби Третий и тот блокнот, который выбросил Большой Альберт, вырвав из него листок для Фила. Сегодня волшебное слово – это икра, а не «пожалуйста». Надеюсь, мне удастся прочесть волшебные слова в блокноте Альберта. Склад! Быстро! Выяснив содержание записки Большого Альберта, Лиз направилась на склад Фитц Рэндальфа, который находился за особняком. Теперь на склад. Надеюсь, Большой Альберт и Бесплотный Человек все еще там. Включи диктофон. Тихо. Бесплотный? Они еще вернутся. Помоги мне. Да, ладно, зачем? Окей. Основная часть плана сработала. Покончим с этим. Вперед! На следующий день, в полдень, Дэна разбудил телефон. Это был босс. Утром ни Лиз, ни Дэн не явились в редакцию. И он был слегка... вне себя. Больше терпеть не стану! Вы меня поняли, мистер Мюррей? Нет, вы не поняли! Если репортаж от церемонии награждения не попадет в воскресный выпуск, у вас и мисс Алер будут проблемы! Вам ясно? Большие проблемы, кричал он. Дэн неохотно вернулся к особняку Фитцрендольфа. Эдгар сказал, что видел, как Лиз заходила на склад. Но там ее, очевидно, уже не было. Выяснить, что случилось с его любимой коллегой, было нелегкой задачей. К черту эту коллегу! Лос-Анджелесский стадион. Вечер пятницы. Мэнни Браун. Рико Сандретти. Вот что важное. Мэнни Браун. Рико Сандретти. Рико Сандретти. Рико Сандретти. Продолжение следует...